Торт это один из главных атрибутов праздничного стола и Новый год не исключение. Тематическое оформление торта может быть любым. Его можно оформить в виде Деда Мороза, снеговичка, елки, снежинки или новогодние игрушки. Но сегодня я хочу поделиться с вами рецептом очень простого в приготовлении торта, который мы оформим в виде будущего хозяина года, петуха. Для этого нам понадобится на бисквит 200 граммов муки, 200 граммов сахара, 6 штук куриных яиц, 1 чайная ложка соды без горки и ванилин. А для крема нам нужно 200 граммов сливочного масла, 200 граммов сгущенки и 1 пакетик ванилина. И наконец, непосредственно для оформления нам необходим разноцветный мармелад, кокосовая стружка, шоколадные капли и буквально одна конфетка ММ Демс. Итак, первым шагом готовим бисквит. Для этого я непосредственно в комбайн разбиваю все яйца, не разделяя их при этом на желток и белок. Добавляю сразу сахар, соду и устанавливаю насадку для взбивания теста, а затем включаю его на первую скорость. Примерно через минуту я переключаю скорость на вторую, то есть включаю максимальную мощность и взбиваю так минут 5 до тех пор, пока масса не увеличится не менее чем в 3 раза. В это время я подготавливаю муку, несколько раз просеиваю ее через сито, а далее в тесто добавляю ее и перемешиваю вручную снизу вверх, так как если перемешать ее миксером, то пена осядет и при этом делаю я это не спеша, в течение минут 3-5. В итоге пена должна впитать ее целиком, а сама масса получится однородной. После чего подготавливаю разъемную форму для выпечки, постелив пергаментную бумагу на ее дно и смазав ее маслом. При этом помните, что смазывать боковые стенки форма не нужно, так как при выпечке тесто должно подниматься и цепляться о края формы, поэтому они не должны быть скользкими. Далее выпекаем бисквит в разогретой духовке при температуре 180 градусов 30 минут. Не открывайте духовку во время испекания, иначе бисквит осядет, а проверить его готовность нужно шпажкой или зубочисткой, она должна быть сухой. Далее для приготовления крема я заранее выкладываю из холодильника масло, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры, а чтобы ускорить процесс, я порезала его на кусочки. Затем вливаю сгущенное молоко и добавляю пакетик ванилина, и взбиваю крем, пока он не станет абсолютно мягким и однородным. После того, как крем готов и бисквит остыл, приступаем к его формированию и украшению. Для этого сначала я выкладываю корж на плоскую тарелку, прислоняю к его краю крышку и ровно по ее контуру вырезаю окружность, а затем отрезаю от коржа левый уголок, его можно съесть, так как он больше мне пригодится. Следующим шагом разрезаю бисквит на две части и смазываю кремом его середину, после чего соединяю эти части и приставляю голову будущего петушка к туловищу. А в завершении наношу сверху и по бокам торта крем, тщательно покрываю торт кокосовой стружкой и украшаю мармеладом, то есть вырезаю все необходимые детальки, хвостик, гребешок, крылья, клюв и раскладываю их в необходимом порядке. Вот такой симпатичный торт с новогодней символикой у нас получился. Готовьте с удовольствием! Спасибо за просмотр! Ставь палец вверх и подписывайся на наш канал!